В режиме онлайн в пресс-конференции приняли участие министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин, заместитель Минтруда Андрей Пудов, первый заместитель, председатель управления Пенсионного фонда России Александр Куртин, руководители структурных подразделений и всех территориальных органов Пенсионного фонда, представители СМИ. В своем докладе Максим Топилин рассказал об основных положениях новой пенсионной формулы и новом порядке формирования пенсионных прав, а также назначение пенсии по старости, которое предполагается ввести с 1 января 2015 года. Через 20 дней, 25 дней, эти законопроекты будут рассматриваться в первую чтение Государственной Думы. Дальше будет процедура подготовки поправок, и это касается не только законопроектов, по которому автор был Минтрут, а надумаю, что это законы о страховых пенсиях, о накопительной пенсии. Министр отметил, что новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии будет применяться к тем, кому только предстоит выйти на пенсию в 2015 году и в последующие годы. Россияне, которым трудовая пенсия уже назначена или назначена до 1 января 2015 года, будут получать ее в установленном размере. Пенсионный капитал перечисляться в сторону уменьшения не будет. При этом, если на дату назначения пенсии трудовой стаж был свыше 30 лет для женщин и 35 для мужчин, пенсия будет увеличена. Пенсионный возраст повышаться тоже не будет. Он останется прежним – 55 лет для женщин, 60 для мужчин. При этом по новой формуле создаются значительные стимулы для более позднего выхода на пенсию. За каждый год позднего обращения за назначением пенсии ее страховая часть и фиксированная выплата будут увеличиваться на коэффициенты. Например, если россиянин обратится за назначением пенсии через 3 года после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 19%, а страховая часть – на 24%. Накопительная пенсия тоже увеличится, поскольку снизится расчетный период выплаты. Индексация пенсии нынешних пенсионеров будет продолжена и после утверждения новой пенсионной формулы. Так, в 2014 году планируется проиндексировать пенсии на 8,1%, в 2015 – на 7,1%, в 2016 – на 6,6%.